Как собрать ровный потолок в комнате? Для начала нужно по стенам сделать разметку и отбить линии для направляющего профиля, а на потолке отбить линии для подвесов. Для того, чтобы узнать, насколько у нас опустится гипсокартонная плоскость, нужно установить лазерный уровень и найти самую низкую точку на потолке. И уже от нее взять 4 см для разметки. Вот таким образом. То есть должно быть не меньше 4 см. 3 см занимает профиль, и 1 см нужно для того, чтобы удержать его пальцами, когда будете выравнивать подвесы. Если поставить профиль впритык к потолку, то сделать это будет очень неудобно. Ставим отметки по углам комнаты. И с помощью малярного шнура отбиваем цветные линии для направляющего профиля. После того, как линии отбиты, можно посмотреть, насколько кривой был изначальный потолок. При том, что он визуально ровный, очень большой перепад наблюдается. Минимальный здесь, где-то 3-4 см. И дальше линия уже начинает расходиться от потолка. Где-то примерно сантиметров до 10 см. Конечно, чтобы выровнять этот потолок смесью, нужно завести сюда просто целую тонну смеси. Поэтому удобнее выровнять легким гипсокартоном. По потолку отбиваем линии для подвесов на равномерном расстоянии друг от друга. С разметкой закончили. Теперь нужно по горизонтальным линиям присверлить направляющие профиля УД. После того, как будет засверлен периметр, нужно разметить две противоположные стороны через 40 см. И по отметкам установить профиля ЦД. Профиля ЦД установлены на свои места и зафиксированы в направляющих шурупчиками металл-металл. Следующее, что нужно сделать, это засверлить подвесы. После того, как подвесы установлены, нужно закрепить в них профиля ЦД и выровнять плоскость. Можно делать это разными способами. Самый простой и доступный это по нитке. Дошли до того момента, когда наглядно видно, для чего нужно оставить 4 см от самого низкого места на потолке при разметке. Нам нужен вот этот зазор сверху, для того, чтобы засунуть туда пальцы и удерживать профиль во время его крепления к подвесу. Если поставить профиль впритык к потолку, то придется удерживать его снизу за бортики, а это неудобно и затрудняет выравнивание. Закончили выравнивать каркас и установили усилители в те места, где по ровному потолку будут дополнительные конструкции из гипсокартона. Со стороны окна это небольшой короб, который скроет направляющую для штор. По центру комнаты усилитель для светильника. И со стороны стены тоже будет небольшой короб, который нужен для встроенного шкафа. Вот теперь можно устанавливать гипсокартонные листы на потолок. Для удобства монтажа лучше обозначить расположение профилей прямо по листу, линиями. И после этого прикручивать гипсокартон. В то место, где стыкуются два листа гипсокартона, обязательно установите перемычки из профиля ЦД. Если этого не сделать, то стык будет висеть в воздухе и со временем даст трещину. Изготавливаются они просто. Направляющий профиль сантиметров 10 фиксируется на гипсокартоне 25-м шурупом, чтобы не убегал от вас. А изнутри шурупчиком по металлу. И уже между ними вставляется профиль ЦД, как перемычка. На этом профиле фиксируются края листа. Весь гипсокартон прикрутили, швы разрезали, ровный потолок готов. Следующий этап это малярные работы. Продолжение следует... Продолжение следует...